В Рижском замке, который на прошлой неделе сдали в эксплуатацию после ремонта, идут последние приготовления перед открытием. Оно намечено на завтра, когда на экскурсию прибудет президент Раймунд Вейюнес. Сразу после разрушительного пожара два года назад, большое опасение вызывала судьба одной относительно небольшой комнаты дворца, зала аккредитации послов. Он официально признан выдающимся произведением искусства Латвии. Сегодня, за день до открытия, побывать в нем и поговорить с реставратами удалось Сергею Герасимову. Эксклюзивные кадры. Зал аккредитации послов Рижского замка включен в так называемый канон культуры Латвии. Это собрание выдающихся работ во всех сферах искусства. Во время пожара в Рижском дворце этот зал сильно пострадал. В основном не от огня, а от воды, которую тушили здания. Конкурс на создание проекта интерьера зала аккредитации послов президент Янис Чакст объявил в 1923 году. Победил тогда проект Ансиса Цирулиса «Возрождение». И сейчас после реконструкции его можно видеть максимально близким к оригиналу. По мнению многих специалистов, именно работы Ансиса Цирулиса стали лицом независимой Латвии. Он создал ее визуальный код. В этом зале он работал над настенными росписями, паркетом, потолком и даже мебелью. Именно эти стулья и столы при пожаре не пострадали. Их вывезли из дворца раньше, на ремонт. Одно из кресел было затерто до дыр. Большим сюрпризом для реставраторов оказалось, что их перетягивали уже не раз и не два. Мы видели, что там пять разных подходов к тканям. И учитывая то, что в 80-х годах там реставрация тоже была, вся литература писала, что это только там может быть или оригинал, или ткань 80-х годов. Но мы видим, что там еще есть какие-то мастериал. Проблемы реставраторам доставил паркет, который пришлось полностью снимать. Заодно проверили несущие конструкции пола. И исправили проблемы, которые возникли из-за того, что здание сильно осело. Этот угол, который к мосту идет, он ниже, чем второй угол помещения. Ну и это сейчас чисто визуально пришлось как-то, ну скажем, сделать так, чтобы это не бросалось в глаза. Насколько он ниже? Там примерно 20 сантиметров. Реставрация стен — отдельный сложный процесс. В них сверлили дыры, чтобы отвести влагу. После чего их сушили инфракрасным излучением специалисты из Германии. Во время реставрации росписи оказалось, что под ней было 17 слоев предыдущей краски. Сняв их, удалось добраться до частей оригинальной росписи Цирулиса, которые сейчас на стенах чередуются с новыми, восстановленными с нуля участками. Похожая картина с потолком. Вот, к примеру, у этого мифологического бога у вас над головой не было половины щеки. Теперь есть. Мы в архивах нашли, что во время предыдущих ремонтов часто перекрашивался фон между рисунками. Во время одного из ремонтов были закрашены и огненные кресты, возможно, в 56-м году. Наверное, тогда они не соответствовали времени. Сейчас потолок выглядит так, как его задумал Анси Сирлась. Во время реновации было восстановлено и огромное зеркало, которое никогда не покидало этого зала. А также декоративные печи. Зал готов. Осталось только постелить ковер и повесить занавески. Аккредитовывать здесь послов президент начнет не раньше, чем через несколько месяцев, когда во дворец переедет вся его канцелярия.